Доброго времени суток, с вами Таня, добро пожаловать на мой канал. Как вы видите, у меня тут небольшая передислокация, потому что очень жарко и невозможно снимать в той комнате, где я снимаю обычно, а тут у меня сплит висит. Ну что, закончился июнь, значит пора показать вам свои пустые баночки и уже их выпросить наконец. Давайте без лишних слов начнем с уходовой косметики. Закончилось у меня вот такое средство, которое называется мицеллярный гель от марки Сифара. Видите, он стекает по стенкам, это действительно такой густой гель и мне его хватило на целый месяц. Здесь всего лишь 100 мл, но он очень экономично расходуется, отлично смывает косметику. Поначалу мне казалось, что он немного печет глаза, но потом как-то, видимо, глаза привыкли. Но и поначалу он не сильно опек, но был такой намек на сжение, потом все прошло. Единственное, что вот оно не дешевое получается, потому что оно стоит 300 с чем-то рублей за 100 мл. За эту цену можно купить, например, 2 мицеллярки от белорусского производителя и будет не хуже. Так что экономии тут и не пахнет. Но средство неплохое, могу порекомендовать, например, взять его с собой куда-то на море в отпуск, еще и обратно привезете, потому что расходуется, правда, очень экономно. Закончился скраб для тела от фирмы Фаберлик. Наверняка вы многие его видели, кто-то пробовал. И если вы пробовали, то вы знаете, какой у него обалденный аромат. Это линейка Бьюти Кафе, малиной белый шоколад. Вот так выглядел скраб. Он сахарный. Там не очень крупные сахарные частички. Обалдеть, как приятно пахнет малиновым вареньем. И если будет видно, там еще есть, помимо сахара, малиновые косточки. Он крутой, он экономичный. Он не царапает кожу, но при этом замечательно ее полирует. Естественно, пока им пользуетесь, наслаждаетесь обалденным запахом. Мне кажется, что если вы его купите, то не пожалеете. Сахарные скрабы, они вообще самые крутые. Вот в отличие от солевых, если солевые могут щипать раздраженную кожу, то сахарный скраб и не царапает, и не раздражает. Обалденное сочетание аромата и свойств хорошего сахарного скраба. Опять же, от Фаберлик у меня закончилось вот такое средство для мытья посуды. Это, кстати, тоже малина, как и предыдущее средство. Но обожаю я запах малины. Он вот какой-то нехимический, натуральный, поэтому им не фонит на всю кухню. Я бы не сказала, что это прям такой уж концентрат, как его позиционирует компания Фаберлик. Но не хуже Ферри, по крайней мере. Мне это средство понравилось. В принципе, я не первый раз беру средства для мытья посуды Фаберлик. Они хорошие. Подошел к концу вот такой кондиционер Вернель, который я покупала в X-Price. Кстати, они сейчас там тоже продаются, я сегодня буквально видела. И туда я тоже не сказала бы, что это супер концентрат, как написано. Вернель вообще хороший кондиционер, все ими пользовались, все знают. А аромат здесь такой, знаете, парфюмный. Понравился аромат. Сейчас я в семейном магните купила в такой пурпурной бутылочке. Мне очень нравится тоже. Вообще классные ароматы вот этой вот серии Суприм. Закончился пол-литровый бутыль ополаскивателя для рта Colgate Plax. Это с экстрактом зеленого чая. Покупала когда-то его в X-Price. Он у меня очень долго был. Я им пользовалась с удовольствием. Мне кажется, что вот по вкусу это самый приятный ополаскиватель для рта, который мне попадался. Он даже напоминает какие-то карамельки. Мне посоветовал этот ополаскиватель зритель когда-то в комментариях. Я увидела его в X-Price, взяла и не пожалела. И возьму 100% еще, потому что, во-первых, ему можно пополоскать нормально. То есть, во рту держать достаточно долго, чтобы хорошо прополоскать рот. И при этом он не будет печь. Еще и на вкус он очень приятный. Рекомендую для тех, кто не любит такие вот ядреные ополаскиватели для рта. Этот очень мягкий, приятный совет. Также с удовольствием могу посоветовать вот такой дезик Рексона. Именно свежесть душа. Это очень приятный аромат, который в течение дня, да, при потовыделении как-то усиливается. И не пропускает совершенно запах пота. При этом аромат вот он такой свежий. Действительно, как будто бы вы только приняли душ. На самом деле, это очень приятное ощущение, когда вот этот аромат усиливается. Но при этом он же и не перебьет аромат вашего парфюма. Поэтому, кто не пробовал, обязательно берите, вам понравится. Слушайте, как начинается лето, у меня обязательно заканчивается целая куча скрабов для тела. И вот закончился у меня скраб от Эколаб, кофе-шоколад. На самом деле, это очень хороший скраб. Уже я не могу показать, каким он был. Закончился прям совсем-совсем. Он мне очень понравился. Кофейные и сахарные скрабы, они самые крутые. Я не устаю об этом говорить. Но если вы сделаете аналогичный домашний скраб, то он будет ничуть не хуже. Тем более, что здесь написан состав у Эколаб, Эколаборатории теперь, да? Фирма называется. У них очень натуральные составы. Я вот сейчас вам его прочитаю. Здесь молотый кофе, тростниковый сахар, какао тертое, масло авокадо, масло лесного ореха, витамин Е. Все, больше ничего здесь нет. И ничего сложного в том, чтобы сделать такой скраб дома. Совсем скоро, кстати, будет видео о домашних скрабах для лица и тела. Мне кажется, видео выйдет очень полезным. Но вот этот скраб тоже сделать совершенно никакого труда не составит, как вы поняли. Но хороший, заметно, что присутствуют масла. Можно кожу ничем не увлажнять, не питать после использования. Понравился, но я знаю, что я могу сделать такой же. Еще закончился у меня вот такой кондиционер от Фаберлик для чувствительной кожи. Он подходит для детских вещей. Он мне понравился и по своим смягчающим белье свойствам. Также он мне понравился своим ненавязчивым цветочным ароматом. Хороший кондиционер. Я думаю, что возьму еще. Опять же, это не первая бутылка кондиционера от Фаберлик. Брала разные, все понравились. Поэтому могу и вам посоветовать здесь 500 мл. И что вы думаете, опять скраб для тела. Вот такая большая бодила у меня закончилась. Скраба от Organic Shop. Этот скраб сахарный. И я не смогла найти, где тут вес. Но, скорее всего, или 400, или 500 мл. Написано, что он содержит сахар и органические арбузные косточки. Еще здесь есть масло жужуба, австралийская мята. И он не содержит искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов. Да, он сам по себе безумно ароматный. Он пахнет каким-то вареньем. Вот такой скраб я немного оставила, чтобы вам показать. И цвет у него такой натуральный. Чем он мне понравился? Во-первых, я, как говорила, очень люблю сахарные скрабы. Но при этом он еще и мылится. То есть, вы можете ему поскрабироваться и помыться. И насладиться обалденным ароматом. Конечно, он не особо дешевый. И, опять же, я хочу сказать, что можно такой скраб сделать самим, чем мы и займемся. Я попробую сделать скраб, который будет и скрабировать, и мылиться. Так что, обязательно подписывайтесь. И у вас тоже будет хороший домашний скраб. Кстати, эту банку я оставлю, чтобы его там сделать. Не знаю, как больше закончилась или высохла вот такая туша Tessence. На самом деле, она у меня очень давно. И мне с ней жалко было расстаться, потому что это одна из самых лучших тушей, которые у меня были. Сейчас я вам покажу щеточку. У нее ворс не силиконовый. То есть, обычная такая щеточка. Она делала реснички длинными и пушистыми. И придавала отличный ресницам изгиб. Под конец уже, когда, видимо, подсохла во флаконе, начала осыпаться. Но пока она была свежая, я за ней такого не замечала. Она не осыпалась и не отпечатывалась. Очень хорошая тушь, довольно бюджетная. Я знаю, что сейчас в продаже такие есть. По-моему, есть еще водостойкая. Называется Lash Princess от Essence. Очень качественная тушь. Если ничего больше не придумаю, то когда-нибудь ее тоже повторю. Постоянно появляется столько новых тушей, что какие-то прошлые любимчики, они отходят на второй план. Вот эту тушь, кто не пробовал, очень советую. И последнее, что у меня закончилось, это очень спорный продукт. Наверное, многие узнали. Это сыворотка для роста ресниц от Эйвелинга, от которой ресницы не растут, но которая является классной базой. У нее щеточка, которая отлично прочесывает реснички. Передает им такой белесый оттенок. Я ее наносила, не дожидаясь высыхания, наносила слой своей обычной туши. И вот таким образом, нехитрыми такими манипуляциями, можно свою какую-то доходяжную тушь, которая вам не нравится, превратить в суперсредство с помощью вот этой, как я называю, базы под тушь. Потому что как средство для роста ресниц она не работает. Но это закончился уже мой четвертый или пятый флакон. И я купила новый. Очень нравится. Немного у меня было баночек в этом месяце, но это и хорошо, потому что я сильно вас не замучила. Надеюсь, вам со мной было интересно и не скучно. Если вам понравилось это видео, не забудьте похвалить меня пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь, а ссылки на все мои социальные сети вы увидите под видео. Всем, как всегда, желаю большой удачи и до очень скорой встречи. Всем пока!